Что можно осенью встретить в лесу? Подберезовик? У него шляпка коричневая, а ножка беленькая. Надо его сорвать, взять, отнести домой и сделать грибной суп. Мухомору нельзя, потому что ведовитое они. От него можно помереть. Он белый пятнышек и еще весь красный. Почти как базая коровка, но только на нем белые пятнышки. Для людей он не полезный, потому что люди ни разу в жизни его не ели. Только животные им лечатся. Он только съедобный для лосей. Сыроежка. Лисичка еще там, она съедобная, ее можно сварить, а потом скушать. У нее так вот вытянув все наверх, а внизу ямка. И еще у нее полосочки внизу. Она выглядит ножка, потом немного вот так прищиплена. И внутри вкусненько. Бабушка с дедушкой собирали грибы, а я нашла лисичку на одном дереве, где жили муравьи. Сорвала, и когда я понесла его потихоньку, меня укусили муравьи. А муравьи самые мелкие насекомые. Чем осенью занимаются лесные жители? Он запасает себе еду на зиму. Потому что зимой еды не будет, это все покроет снегом. Медведь вот собирает запас. Ему она ложится в спячку. Белочка, шишки, орешки. Он собирает золоти. Едят в бутле. И она спит только по ночам. И живет как обычно. Только уж на улицу не выходит. Она спокойно сидит в своем дупле. Ешки и яблочки таскают. А ешки. Грибы. Еще шишки. Барсуки тоже. Передаются и ложатся в спячку. А вот в леса, заяц и волк, у них вырастает пышная шарость. И зимой ловят себе покушать. Потом, когда весна наступает, они это кушают. А зайчик меняет цвет, чтобы его волк не смог увидеть на снегу. В зиме они меняют шубку.